Доброе утро! Ингушетия – это прекрасное место для вертолетных прогулок. В новогодние каникулы вы можете совершить вертолетную прогулку с семьей, с друзьями или же совершить ее самостоятельно. Главное историческое наследие Ингушетии – родовые башни, памятники архитектуры Средневековья и величественные горы. Именно тут царит гармония и контрасты природы. Ну а прямо сейчас давайте перервемся на музыкальную паузу. Рубрика «Музона» дарит свой новогодний подарок. Музыка 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 Субтитры предоставил DimaTorzok Несколько дней, проведенных летом у моря, недостаточно для поправки здоровья и восстановления сил. Поэтому многие люди открывают для себя увлекательный зимний отдых на высокогорных курортах Северного Кавказа. Одним из таких мест является всесезонный курорт Арамхи. Субтитры предоставил DimaTorzok Крепкое здоровье – это не только процедуры, массаж и диета, но еще и активный зимний отдых. На территории комплекса действуют прокаты горнолыжной одежды и снаряжения, что значительно облегчает вопрос о подборе одежды. А мы сейчас узнаем на практике, как правильно снарядиться для катания на сноутборде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу покататься на сноутборде. Дайте мне, пожалуйста, экипировку. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы впервые катаетесь на сноутборде? Да, я в этом деле новичок. Давайте я вам покажу, как они одеваются и пару пираметров вам покажу. Да, было бы хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушка, это первый раз? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Штаны нельзя заправлять в ботинки, вы натрете ноги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А еще что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь нужно зашнуровывать. Вот, смотрите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА берете тянете на себя ну чтобы плотно ботинок сидел на ноге и пальцы не упирались носок вот у вас под штанами здесь должна быть юбка вы и вот такая вот она она одевается вот она да вот она тоже должна быть снаружи по верху да экипировка на первый взгляд выглядит очень сложно и множество мелких деталей шнурков которые непонятно как завязывать но с опытным инструктором вам это вполне удастся и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А что делать, если все-таки у меня потянуть и упасть назад? Сгруппируйтесь и постарайтесь не удариться затылком Падать вы меня научили, теперь скажите, как мне двигаться дальше? Вам нужно распределить свой вес на доску и научиться держать равновесие на этой доске Теперь перенесите чуть центр тяжести вперед Вот так Вот это ваша стойка Научившись держать равновесие, вы просто выходите на склон Главное, что мы выяснили, что вы правша, у вас ведущая нога правая Этой ногой идете вперед Чувствуете, что нужно притормозить неуверенно в своей скорости Переносите вес на пятки То есть на кант, который находится за пятками Ну вообще это надо уже на снегу Не в прокате Хорошо Спасибо, приятного отдыха вам Приезжайте к нам еще Обязательно До свидания Теперь мы знаем, что для того, чтобы провести активный зимний отдых Не обязательно ездить за границу Это можно сделать у нас на всесезонном курорте Арамхи Десятки людей на телевидении стараются добросовестно работать Чтобы вы увидели красивую и честную картинку и получили нужную информацию Работа телевизионщика включает не только споры и самокритику, но и смех и юмор Приоткроем завесу о том, что происходит за кадром Нам расскажет прямо сейчас наш корреспондент в следующем сюжете Доброе утро Пока мои коллеги по цеху занимались подготовкой к эфиру Я со своим маленьким помощником наблюдал за происходящим со стороны Вот что у меня получилось в итоге Свет, камера, мотор Наверняка почти каждый из наших телезрителей хоть раз в жизни слышал эту фразу Для большинства она символизирует начало очередного киношедевра Но вряд ли кто-либо в полной мере осознает, какой объем работы выполняет съемочная команда Особенно, когда съемки проходят в непривычных, а иногда и в экстремальных условиях Операторы, ведущие и корреспонденты редакции утреннего вещания оказались именно в таком положении Отправившись в Джайрахский район на съемки новогоднего выпуска Темнеет в горах рано, поэтому каждая минута была на вес золота Времени на съемки катастрофически не хватало Всего за несколько часов предстояло отснять большое количество материала Поэтому работа началась с первыми лучами солнца Несмотря на то, что снегом погода нас не порадовала, было по-зимнему холодно Однако это не помешало нашей компании реализовать все запланированное Мадина Галаева, автор и ведущая рубрики «Теледоктор» Интересовалась у дипломированных инструкторов и опытных туристов Как нужно сберечь свое здоровье на активном отдыхе Выведов все секреты рациона, техники безопасности и экипировки В то время как Мадина пыталась поведать вам, наши телезрители Как провести выходные без ущерба для своего здоровья Ее коллега Лейла Гагиева выясняла Как, чем и за сколько можно развлечь себя Отдыхающим в горнолыжном курорте Армхи Но самую вкусную часть мы оставили напоследок Передача «Утреннее меню», которую уже несколько лет ведет Талантливый кулинар Диана Цурова Порадовала нас очередным съестным шедевром Конечно, не у каждого корреспондента получается записать дубль с первого раза Особенно, когда по ту сторону камеры происходит нечто На что сам журналист не в силах повлиять Ну, это все, друзья Все друзья сняты, темоданы собраны Ну и вот-вот двигаемся в путь Но прежде чем уехать Дан, можно тебя на минуту? Для тех, кто не знает, это Дана Ахильгова Редактор программы «Утро» на телеканале «Ингушетия» Дан, в двух словах Расскажи, что здесь происходило И как это все происходило в целом Было очень мало времени Мы здесь провели два дня Ну, может быть, чуть больше, чем два дня Нужно было сделать очень многое И работа была очень напряженная Обычно, когда коллективы собираются выезжать куда-то в горы Или на какие-то мероприятия Все думают, что мы тут отдыхаем На самом деле нет У нас не было фактически ни минуты свободного Вот мы буквально там 10 минут назад закончили последние съемки Уже собираем чемоданы И ждем отъезда Но все было напряженно, конечно, потому что работа телевизионщика Она всегда напряженная Но было весело, задорно, не скучно В частности, благодаря тебе, Арсен Который показал таки зрителям, что у нас происходит за кадром обычно И это очень не скучная работа, скажу Хотя и сложная, и напряженная Мы и нервничаем, и ругаемся бывает иногда Но это стоит того И, в принципе, зрители – это наши самые важные судьи, на самом деле Спасибо тем ребятам, которые заходятся за кадром То есть по ту сторону камеры Это ребята, которые делают колоссальную работу Очень много Хотя мы часто жалуемся на них Но это все любя Потому что без них нам, конечно же, не обойтись Сегодня последний день 2014 года Что ты хочешь пожелать нашим телезрителям? Очень сложно пожелать что-то не банальное, не скучное Это, понятное дело, конечно, здоровья, удачи Чтобы все ваши близкие и родные были рядом И путешествуйте, потому что это делает нашу жизнь не скучной, веселой и разнообразной В общем-то, все Зимой на базе курорта Арамхи Проходят международные и всероссийские региональные выставки Конференции, семинары и соревнования Ну а в праздничную ночь здесь запланированы масштабные мероприятия И праздничный салют Поэтому приезжайте в горные Ингушетии И встречайте 2015 год именно здесь Лучшего места вам просто не найти Ну а наше время подошло к концу Если у вас есть предложения или пожелания Пишите на адрес нашей электронной почты утрособака.ингушетия.тв Мы будем рады вашим письмам Ну а я с вами прощаюсь Увидимся уже в новом 2015 году И желаю вам исполнения всех ваших заветных желаний С наступающим!